Полмесяца назад проспект Ленина от автовокзала до драм-театра закрыли на ремонт. Тогда же в мэрии разработали схему объезда через набережную и улицу Лепика. Вот только водители маршруток жалуются запорожцы, очень часто вносят в нее свои коррективы, игнорируя остановки. Очень неудобно. Я вообще как бы из другого города, особого маршрута не знаю, но несколько раз пересадки делать очень неудобно. Я живу на Ангуринке и приходится пешком идти аж на счет, чтобы попасть на маршрутку. Каждый водитель знает схему объезда. Ну просто поголовно знает. Ночью его подними, он вам расскажет, как он должен ехать. Ну еще раз повторяю, если его палкой не бить, просто там на месте, где он хочет развернуться, он поедет так, как ему хочется. Правда, виновниками таких нарушений иногда становятся и сами пассажиры, говорят в управлении транспорта. Заплатив за проезд положенные 2,50, они требуют остановки в удобном для себя месте, а не в том, что положено по схеме. Сидит какой-то пассажир, которому надо вот именно вот сюда. И он заплатил ему деньги. А как бы дальше никому не надо, понимаете? Он спрашивает, а надо кому-то на запорожье первое? И он говорит, нет. И тогда он, не заезжая на запорожье первое, едет на южный. Нарушил схему? Нарушил. Пассажиры против? Нет, никто не против. Против только тот, который стоит на запорожье первым и его ждет, чтобы попасть на южный. Таких нарушителей порядка строго накажут, обещают в мэрии. С перевозчиками будут расторгать договора, а водителям грозят большие штрафы. За нарушение требований дорожных знаков, согласно части 1 статьи 122 Кодекса Украины про административные правонарушения, предусмотрено наказание в виде штрафа на сумму от 255 до 340 гривен. Единственный и пока самый действенный способ борьбы с нарушителями – совместные рейды с руководителями фирм-перевозчиков, в которых они лично проверяют своих водителей. Пользу от такой работы в управлении транспорта уже оценили. Говорят, нарушений за последнюю неделю стало в два раза меньше.